Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Прошло 19 лет после событий, произошедших 27 октября 1999 года. В Константинополе состоится четырехсторонняя встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому регулированию. В контексте визита Болтона в Паку в иранских СМИ появились антиазербайджанские публикации Вартен Восканян. Память жертв массовых убийств Мараша будут почитать в Британии. В Ереване пройдет концерт в память Шарля Азнавура. В городе Байазет Западной Армении выпал первый снег. 19 лет назад, 27 октября, группа террористов во главе с Найри Унаняном ворвалась в зал заседания Национального собрания Армении и в упор расстреляла членов правительства и парламента страны. Жертвами нападения стали тогдашние премьер-министры Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Дамерчан, вице-спикеры парламента Юрий Бахщан и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Генрик Абрамян и Микаэл Котанян. Судебный процесс по данному делу продлился с 2001 по 2003 годы. Террористов Найри Унаняна, Карена Унаняна, Врама Галстяна, Дереника Беджаняна, Эдуарда Григоряна и Ашота Князяна приговорили к пожизненному заключению. Гамлет Степанян получил 14 лет лишения свободы. Предстоящая четырехсторонняя встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию станет попыткой нащупать общие для стран темы в контексте кризиса в арабской стране. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Это первая встреча в таком формате. Франция и Германия принимали участие в обсуждении сирийской проблематики в ином режиме. Сейчас же речь идет о совмещении различных форматов для сверки часов, для обсуждения, для попытки нащупать общие темы, сказал Песков журналистам. Лидеры России, Франции, Германии и Турции сделают совместное заявление по итогам саммита по Сирии в Стамбуле, сообщил Песков. Лидеры четырех стран встретятся в субботу в Турции. Вартан Восканян, ирановед, написал на своей странице в Facebook. После визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Баку, иранские СМИ опубликовали первые антиазербайджанские публикации. Болтонская антииранская повестка дня в посещении Азербайджана и проводит ли Баку политику общего соседства. Эти публикации с разными названиями были распространены сразу несколькими иранскими СМИ, что же является очевидным свидетельством того, что публикация была проведена с централизованной ориентацией, направленной на обеспечение антиазербайджанского информационного потока в сети. Секретариат Оливийского парламента в Великобритании принял решение о поминании жертв марашской резни. Мероприятия пройдут в британском парламенте. Президент Союза Оливии в Великобритании Исраил Эрбиль отметил, что в Мараше нам не позволили проводить церемонии поминовения, но мы организуем его на международных площадках. Согласно решению, принятому на 4-й генассамблее секретариата Оливии, британский парламент увековечит память жертв массовых убийств Мараша. Президент Британского Союза Оливии Исмаил Эрбиль сказал, что государство не хочет смотреть правде в глаза около 40 лет. В Великобритании благодаря усилиям Союза Оливии 40 лет спустя Британия будет говорить о резни Мараше. 4 декабря 2018 года в зале заседания Большого комитета состоится мероприятие «Впоминание жертв резни в Мараше». В мероприятии примут участие оливийские организации и семьи жертв, сказал он. По словам президента Союза Оливии, Турция всячески пытается скрыть этот темный уголок истории. Концерт под названием «Для тебя Азнавур», посвященный памяти великого шансонье Шарля Азнавура, пройдет 29 и 30 октября в 19.30 часов в Национальном академическом театре оперы и балета имени Спензиаряна. Как сообщили новости Армении Ньюс Эйем в пресс-службе Министерства культуры Армении, на концерте выступят армянские поп-звезды и оперные певцы, которые исполнят песни Азнавура. На концерте также выступит французский певец Жереми Дельвер. Горные районы Баязита и вершины горы Арарат были покрыты снегом. Жители Баязита говорят, что снег выпал раньше обычного. По их словам, теплые дни снова вернутся. Отметим, что в Западной Армении наблюдается довольно низкая температура, и местные жители говорят, что холод будет влиять на расходы населения, что значительно увеличивает ежедневные траты людей в период экономического кризиса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сары Риховин Мернем в исполнении ансамбля Гогар. Сары Риховин Мернем в исполнении ансамбля Гогар. Сары Риховин Мернем в исполнении ансамбля Гогар. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!